Я приветствую всех, кто вместе с нами на Политека. Мой сегодняшний собеседник, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах и по нашей с вами новой традиции Путин в морге. Путин в морге, да. Как поживаете, Гарри? Рад слышать. Хорошо, хорошо. Также рад тебя видеть. Вроде все идет как надо. Гарри, смотрите, какая сейчас ситуация. По сути, все разговоры, дискуссии, споры, они свелись к одному. Что такого эдакого придумывает Владимир Путин к 9 мая? Какие решения могут быть приняты? Одни утверждают, что он может объявить войну Украине, начать всеобщую мобилизацию. Другие утверждают, что он может напасть на Молдову, там устроить определенную военную заварушку в Приднестровье. Третьи, вообще говорят, что высока вероятность применения тактического ядерного оружия. А что вам подсказывает ваша человеческая и военная интуиция? Мой маленький Гарри, который мне шепчет в ушках, говорит мне то, что все, что они говорят, они понятия не имеют, о чем они говорят. Не то, что понятия не имеют. Некоторые из них, вот они, Марк Солонин в вчерашней своей передаче очень четко это описал. Это заглавки, это люди, которые все время в мидии, им начинает казаться, что их слушают миллионы. То есть они правда говорят что-то, что они знают, или они предсказывают. Вот люди, которые лечат руками, очень часто им кажется, что они правда это делают. Но не могут они знать. Это все зависит от заглавок. Заговор в Кремле, организовывается переворот в Кремле, разоблачен агент Моссада в Кремле, чем закончится война, когда будет использовано ядерное оружие, что произойдет. Чем ярче заглавие, да. Да, а я уже даже программу про это сделал, у меня в 10 раз было больше просмотров, когда я написал о заговоре, о Моссаде, и все в заглавие вставил. Люди, и они начинают говорить, и они начинают думать, послушай, такие вещи, Вадим, это все равно, что ты и я будем говорить, давай как делать операцию на мозг, или как поменять сердце, отсвинить человеку, и какие нужны процедуры, все. Мы не знаем, мы необычные, у нас нет никакого опыта этого. Это все догадки, это все гадания, это все слухи, но они сенсационные, люди это слушают, потом получается все до точности наоборот. Если даже якобы наша разведка, 17 наших разведок, сказали, что Украина падет в течение 72 часов, ничего не надо делать. Оказывается, что это не наша разведка, это господин Бернс, когда ездил, наш глава ЦРУ, может быть, это и разведка, конечно, ездил, встречался с Путиным, Путин ему сказал, в течение 72 часов мы возьмем Киев, сменим власть, бла-бла-бла-бла-бла, договорились, и все. Он приехал, доложил это Байдену, Байдену это рассказал по телевизору. Вот наша разведка доложила. Вот как они это все оперируют. Это раз. Во-вторых, когда даже выступают люди, ну, возьмем моего уровня, да, там, допустим, даже какой-нибудь отставной полковник, или даже генерал отставной, и они начинают рассказывать, как будут продолжаться действия, они не знают, у них нет этого уровня, они никогда не командовали армией или фронтом. Я, ну, может быть, могу что-то рассказать на уровне, ну, хорошо, ладно, дивизии. Ну, я себя так поднял в звании, дивизии. Но главное, чтобы не диванных войск. Ну, высшие, высшие бригады я не тянул. С чего решил по какой-то отставной полковник или майор, что он может фронтами рассказывать, как фронта будут двигаться, как будет Путин действовать. Да я не думаю, что и Путин знает, как он будет действовать. То, что я вижу, это все какая-то психическая атака. Или майор КГБ, он, знаете, у него, оказывается, есть связи в Вашингтоне. Вот ему с Харькова позвонили, сказали, нужны джувелины. Он говорит, я звоню в Вашингтон, там они говорят, джувелины дали. Но в конце концов он добился джувелинов. Анжелику Джоли он не может добиться, а джувелины он добился. Ну, неважно. То есть вы хотите сказать, что на уровне все происходит намного-намного примитивнее, чем мы можем себе представить? То есть на определенных уровнях, военных, политических, дипломатических. Во-первых, я считаю, что плана вообще никакого не было. План был неправильный. Они и из Соединенных Штатов Америки, и с российской стороны, да даже и с украинской. Никто не ожидал, что так повернется. А в войне надо же. Есть у нас такое Murphy's Law, когда все должно идти правильно, а пошло не так. И ты должен рассчитывать на это. И вот пошло не так. А второго плана нет. Второго плана нет. И армия была сделана не для того, чтобы захватывать целую страну, а чтобы проводить парад. Вот армия к параду 9 мая готова, а войну не выиграла. Вот что делать. К этому мы были неподготовлены. Поэтому начинается Изюм, Харьков, Донбасс, Мариуполь. И они начинаются дергаться отовсюду. Киев. Каждый день меняется план. Но так невозможно. Так невозможно воевать. Так невозможно ничего спланировать. Так невозможно ничто не захватить. Эти 2-3 села каждый раз, каждый день меняются. У России и у Путина нет четкого плана. Они запутали себя. Они во вранье и в воровстве запутали себя. У украинцев четкий план. То есть они святоуверовали в свою вот эту пропаганду. Да. Сами ее придумали, сами привели. Очень часто среди политиков и дипломатов, они сначала врут, журналисты. Вы это все печатаете, раздуваете, делаете заглавки. Такие люди читают. Потом эти же военачальники, эти же политики, эти же дипломаты это читают. И верят в свое вранье, которое они там еще рассказали до этого. Понимаешь? И что получается? Ну, в Украине, понятно, в Украине очень четкий план. Изгнать эту мразь со своей территории. Освободить территорию. Сделать ее целостной. И создавать государство. А у России плана нет. У них даже нет плана, что дальше делать. Точно так же это ошибка не только российская. Это такая же ошибка, которую допускали мы и в Афганистане, и в Ираке. Да, мы их захватили военным образом. А что дальше делать? А что дальше делать? А дальше военные не знают. Мы сделали свою работу. Мы их разбили, мы их захватили. А политики и дипломаты и все остальные начинают это что-то копошиться. А дальше плана нет. Дальше плана нет. Мы думали, что захватим, и все будет хорошо. Нет. Ну, Путин тоже думал, что на юге-востоке его будут встречать с клевом, с солью. А по сути, как его встречать? Вы видели эти кадры с Херсона? И не только с Херсона, когда люди организовывают мирные шествия, митинги, выходят с украинскими флагами и благим матом посылают российских оккупантов. Конечно, и более того, Соединенные Штаты Америки, администрация Байдена еще до войны предложила вашему президенту, дала ему убежище в Соединенных Штатах Америки. Когда началась война, и они видят, что украинцы начинают, он еще раз ему предлагает покинуть Украину, а этого он не делает. А они рассчитывали, что он это сделает. Они рассчитывали, что этот клоун, какой он президент? Вот Байден президент, а это кто? Ну, не главное, что он сбежит сразу. Нет, видишь, как получилось? Получилось как раз наоборот. И вот сегодня... У нас, кстати, в стране уже про войну в Украине забыли. У нас сейчас про аборты идет сильная драка. Да, что у нас Верховный суд решил, что надо запретить аборты, что это должно решаться на уровне Штатов. И это огромный у нас скандал, потому что это была утечка из главного. Демократы сделали. Опять они подгоняют все это к ноябрю. И как я... Колбасит вас или хаманит там по полу? Выборы в ноябре, а колбасня началась еще в конце того года. Нет, это да. И, конечно же, война в Украине используют ее как можно больше. Но тоже, видимо, теряется эффект или аффект этой войны. И вот смотри, помнишь, я шутил с тобой, что Байден подгоняет, сказал, что подпишет ленд-лист какой-то дат. Я сказал, наверное, к 9 мая. И вот 9 мая подходит, а ленд-лист не подписан. А подписи все нет. А подписи все нет. Обещаний много. А ваш брат-журналист все крутит эти 19 или 18 гаубиц, которые пришли, что по большому счету ничто. Вы не сможете даже пробить окружение в Мариуполе с этими гаубицами. Там нужно больше всего. Правда, все остальные страны включились. И Великобритания, и другие. Но самолетов нет. Небо не прикрыто. Противоздушной обороны нет. Это уже третий месяц войны. Гарри, ну вот люди из офиса президента, кстати, им задавали вопрос относительно отсутствия подписи Джозефа Байдена под ленд-лизом. Они говорят, да, подписи нет. Но, конечно же, учитывая определенную деликатность этого, собственно говоря, решения, предоставления военной помощи, не все могут говорить. Но помощь уже приходит. Нет, помощь приходит, но она приходит не так быстро. И не в том количестве, что надо. За это вы платите кровью. Конечно же, офис президента должны быть очень аккуратны. Потому что они не хотят разозлить Соединенные Штаты Америки и Байдена. Но у вас есть такая, не надо злить начальство. А я могу злить. Чудак работает на меня. Я ему плачу налоги, свои зарплаты. Поэтому я имею право, как американец, его критиковать и все остальное. И это не значит, что я хочу рассорить Украину. Я просто требую. Я требую того, чтобы было подписано. Если все идет. Если было проголосовали. Народ проголосовал за это. Сенат, Конгресс. То почему он не подписывает? Вот задать себе вопрос. Задать себе вопрос. Почему не тогда он не подпишет? Что его останавливает? Вот мне кто-нибудь из нашей власти, как налогоплательщику, как человеку, который прослужил 30 лет вооруженных сил, может мне объяснить, почему он не подписывает? Или из вашей власти кто-нибудь пусть мне объяснит. Ваша версия, Ганин. Ваша версия в студии. 6 апреля. Билл был предложен еще, по-моему, в конце января. Ну и в феврале уже точно он попал в Конгресс, как только война началась, чтобы дать ленд-лис Украине. В Сенате это оказалось где-то 6 апреля. 6 апреля Сенат единогласно проголосовал за это. 7 апреля в пятницу должен был быть Нижняя палата, Конгресс проголосовать за это. Но госпожа Пелоси над этим сидела и не выдавала. Потом они ушли на 2 недели в отпуск, хотя президент мог сразу же подписать в этот же день, когда из Сената это проголосовал. Все, он имеет право. Но он нет, он ждал, когда Нижняя палата возвращается. А туда уже напихали и ковид, и границу, и все остальное. Республиканцы отказываются. Некоторые республиканцы до самого конца, 10 человек, начали раздувать, что 10 республиканцев проголосовали. Из 211 10 проголосовало против, но там были разные причины, почему они проголосовали против. Один, например, проголосовал против, потому что он хотел ядерное оружие дать Украине, но его никто не послушал. Ну и там много других причин было. Одна из того, что они делят этот пирог, потому что будет индустрия производить много оружия, они хотят, чтобы у них в штате это делали, а это дали другому штату. И поэтому это никакого отношения к Украине не имеет, это политика. Короче, внутренние разборки. Да, внутренние разборки. Но это используется, что республиканцы плохие, а демократы вот хорошие. Хотя они и тормозят это все. Но еще неделя проходит. Это уже три недели. И вот уже неделя. Ну, все равно голосует, проходит этот билл, проходит этот закон. Но президент все равно неделю еще не подписывает. Уже четвертый, уже месяц. А он не подписывает. У него есть еще, по-моему, 10 дней, чтобы не подписать или наложить вето на это. И потом у него 60 дней есть, чтобы организовать логистику и все остальное. Но я думаю, что многие уже занимаются этим. Они понимают, что рано или поздно ему это придется делать. Но каждый день Украина платит своей крови за это. Вы теряете бойцов. Поэтому, когда вы получите все, все, все это, а у вас не будет бойцов, которые могут этим пользоваться, то это бессмысленно. Еще нужно обучить военнослужащих. И это занимается время. Это тоже время. И он присылает госпожу Пелоси. Приезжает в Украину, получает орден Ольге Третьей степени, насколько я понимаю. Тоже интересно. Сколько награду ей вручил Зеленский. Ольге Третьей степени. Я помню, что Третьей степени. Потому что она третий человек в стране. Президент, вице-президент. Потом она. И вот я думаю, что тоже там. Я тоже начинаю мыслить транспирологически, что ваш президент... Ну, я был удивлен, что ей 83 года. Да. А она все... А они уже сейчас, как в политбюро в Советском Союзе. Пока ногами вперед не вытащат. Это, кстати, за что они все ненавидели Трампа. И республиканцы тоже. Он хотел ограничить, сколько они могут быть в Конгрессе. Не всю жизнь, как в политбюро сейчас. Поэтому у нас и партии стали такие коммунистические. Все голосуют единогласно. Но вот республиканцы еще не совсем так. И вот надо задать себе вопрос. Почему? Что происходит? Почему это? Зачем? Смысл? Почему Байден не подписывает Ленгизию? И почему он присылает своих эмиссари? У вас просят джувелины, а вам присылают Анжелику Джули. Понимаешь? Плохо слышит он, видимо. Но я тоже себе задавал такой вопрос. Никто ответить мне не может. А я думаю вот что. Я думаю, что они договариваются. Вот он говорит, когда вы дадите мне... Кто с кем договаривается? Тут по подробности. Демократическая партия с вашей администрацией. И они говорят, вы хотите, чтобы подписали? Хотите, чтобы пошло? Посмотрите, сколько золота. Посмотрите, сколько добра. Посмотрите, сколько еды. А вы голодный. И вы умираете от голода. А вот наша еда. Мы тебе сейчас ее дадим. Только ты должен сделать одну вещь. Всего лишь одну вещь. Продай свою маму правство. Или там еще что-то. Они дают им... Я думаю, что идет какой-то торг. Но я просто другого не знаю. А что может это быть? А коррупция? Коррупция... Сынишка Байдена, который орудовал в Украине. Он сам. Коррупция, в которой вся демократическая партия, в их представлении, была замешана в Украине. И вот этого они боятся. Они уже поняли, что ваш президент, ваша администрация действует довольно-таки независимо. Ее поддерживает весь мир во главе с Борисом Джонсоном. Вы... Все пошло не по плану. Украина не пала. Ее не отдали России. А Россия тогда бы все это замяла, всю эту коррупцию. Все это выходит, выпячивается наружу. Теперь им надо каким-то образом себя защитить. А как они могут себя защитить? Вот таким образом поэт. А какая еще? Вот отдайте мне другую причину, почему он не подписывает. Почему Лендлис еще не пошел? Месяц тому назад должен был пойти Лендлис в Украине. За этот месяц погибло у вас дети, гражданское население, ваши лучшие бойцы, Мариуполь. Почему он не... Какая причина? Какая причина? Я только... Он же не дает никакой причины. Он не объясняет. Они все молчат. Вот я единственное, что нашел, что они пытаются себя огородить от того, что ваш президент становится чрезвычайно популярный, чрезвычайно независимая ваша администрация. Зеленский популярнее Байдена в Америке. Он популярнее любого президента в мире сегодня. Он в любой стране его сегодня выберут в президент. И поэтому им страшно с таким человеком. Он в опасности, ваш президент. Я считаю, и не от Путина, а от нашей демократической партии. У нас, Гарри, кстати, недавно опубликовали... От всей этой Дэмшизы, которая действует во всем мире. От всего этого Давоса. Потому что он независимо действует. И он может это все вскрыть. И он хочет разбираться. Кстати, недавно опубликовали результаты социологического исследования. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Зеленского проголосовало бы 82,5%. Такие цифры Путину никогда российский ЦИК не рисовал. А тут такая поддержка, такой огромный кредит доверия. И, собственно, доверие к нашему президенту Гарри. Тут высказался Лукашенко. И знаете, что он рассказал? Он сказал о том, что не думал, что подобная операция, спецоперация, будем называть вещи своими именами, война затянется вот таким образом. Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет, у россиян, как они говорят, или так, как я это чувствую. Но, если честно, я не думал, что это затянется. Помнится, что Лукашенко говорил о том, что если Украина и Беларусь будет какое-то военное противостояние, то он говорил, что 3-4 дня, потому что украинцам нечем воевать. А тут уже говорит, что затягивается по его каким-то внутренним ощущениям. Но что у Лукашенко на языке, то, может быть, у Путина на уме. Я с тобой тут поспорю. Лукашенко сказал, что если бы не было этого примитивного удара, то вы бы напали на Беларусь и напали бы на Россию. Поэтому чем воевать у вас явно было? Мы же не нападали бы с голыми руками. Но голыми руками наши люди танки останавливают. Да, но я имею в виду, я хотел сказать другую часть тела. Я нашел узкое слово все-таки. И поэтому Лукашенко всегда молодец, батька. Он подстраивается туда-сюда. Он всегда откажется на стороне победы. На стороне та, которая выигрывает. И, конечно же, он начинает крутиться. Но не так сильно он крутится, как великий дипломат, который дебил Лавров. Но все равно он выкручивается. Да, я хочу вернуться. Ты говорил о вашем президенте, что 83%. А я скажу, что он заслуживает это. Вот в моем понятии он заслуживает эти 83%. А эти дебилы не заслуживают. Я говорю языком великого дипломата Лаврова, что они дебилы. Да, вспомнили мы Лаврова. Но тут Кремль, знаете, чем ближе 9 мая, тем больше различных заявлений со стороны России. Устами Пескова Россия обвинила Запад в том, что он препятствует быстрому завершению военной кампании России в Украине, поставляя Киеву оружие и разведданные. Клоуны какие-то. Ну, конечно. А мы должны, я вот считаю, что мы должны дать ответ. Нет, наоборот. Наоборот. Мы ускоряем, 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 ускоряем конец этой военной кампании, давая оружие Украине. И чем больше мы этого оружия, и чем оно будет более смертонесущее, это оружие, и чем быстрее мы его дадим Украине, чем раньше эта война закончится. Это не мы ей препятствуем. Мы помогаем эту войну закончить. А они вот как раз, Песков, Путин и Лукашенко, они препятствуют. Они препятствуют тем, что они еще не застрелились и не повесились, как Гитлер. Надо бы уже это им сделать. Таким образом они ускорят окончание этой войны. Но они малодушные и не могут это сделать. Я бы эту обезьяну на них посадил. Вы знаете, тут сейчас обсуждают заявление, которое сделал пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сказала, что, я процитирую дословно, важно отметить и не упускать из виду, что свою победу определяли для себя россияне, как они ее видели. Они уже проиграли по своему определению. Путин не проведет марши по улицам Киева. Они не завладеют территориальной целостностью и суверенитетом этой страны. Им не удалось разделить НАТО. А не рано ли администрация Байдена начинает говорить о поражении Российской Федерации, учитывая то, что ситуация на фронте сложная, и противник продолжает присутствовать, продолжает находиться на территории нашей страны? Нет, я не думаю, Вадим, я не думаю. Я думаю, что, я бы даже больше сказал, я думаю, что Украина в любом случае выйдет сильнее из этого конфликта, из этой войны. Просто какую цену она, опять же, заплатит за это, а это зависит от Запада, когда мы по-настоящему включимся и по-настоящему не будем говорить о Ленд-Лейсе, а по-настоящему его дадим. Когда в Украину придут самолеты, вот эти МИГи, что их останавливает? Или С-300, чтобы не было вот этого бомбардировки городов крупных хотя бы, чтобы прикрыть небо. Когда вот это я увижу, и когда оно получится, то Украина все равно выиграет. Рано или поздно выиграет. Просто вот из-за цены стоит этот вопрос. Но вопрос, сколько людей погибло. Да, сколько, какой крови вы заплатите за это. А Россия уже проиграла. Она проиграла по-любому. Она никогда уже, понятно, не сможет никаким образом захватить Украину, никаким образом ее не оккупировать. И она проиграла. Сегодня в России, я думаю, и русскому человеку стоит вопрос не только не о захвате Украины или победы над Украиной, а чтобы не победить самих себя. Чтобы Россия каким-то образом сохранилась. Что шансов на это, я вижу, очень мало. Не может Россия сегодня сохраниться в том виде, в котором она была. Весь мир ей уже этого не позволит и не даст сделать. Они будут позапугивать ядерным оружием. Они наверняка попробуют химическое оружие. Все говорят о ядерном оружии, а я думаю, что все-таки химическое больше. Поэтому украинцам сегодня нужно тоже по ленд-лису моментально сейчас дать противогазы всему населению. Как в Израиле. Чтобы у всего населения, у каждого человека было по два противогаза и в каждой комнате. Чтобы дать антидоты. Чтобы антидотов было. У каждого украинца в кармане был антидот от химического оружия. Вот это в первую очередь дать ленд-лисам. Это огромное количество. Это очень много. Но это нужно сделать. Потому что опять же сейчас идет... Мы соревнуемся о времени. А люди, которые говорят, что я знаю, как они употребляют то, или я знаю, что будет то, они не знают. У них нет ни знаний, ни должностей, которые должны не допускать такой секретности. Это делается все ради сенсации, ради просмотров, ради лайков. Ради дешевого пиара. Так и поздравляю Политека. Вы набираете обороты. И я очень рад. Потому что я считаю, что я был один из первых, который был на Политеке с тобой. И я тебя поздравляю с этим. Поэтому люди не идиоты. Люди смотрят там, где они понимают, что выступают люди. Которые что-то понимают или что-то знают в какой-то теме отдельной. А не все сразу и все сенсационно. И это очень интересно слушать. Ну да, один эксперт, он разбирается в военном искусстве, в футболе, в экономике, международской вещах. Есть ли такие? Конечно же. Гай, вот заявление, которое вселяет оптимизм с вами, хотел бы обсудить. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях. Мы общаясь с военными экспертами, они все в один голос говорят, что по сути это ключевые направления. Харьковское и Изюмское направления. То есть уже наблюдается такая вот тенденция к контрнаступательным действиям. Да, да. И вот, конечно же, я тоже вижу, тем, чем я здесь занимаюсь, я вижу, что куда мы помогаем и для ребят, которые пишут, они все готовятся к этому направлению. Опять же, знаешь, война это такая, это энциклопедия обманов, энциклопедия предательств, и может быть мы двигаемся в эту сторону. И была такая в Китае поговорка, что всегда надо быть готовым, что отвлекающий маневр может стать главным маневром. Это может поменяться очень быстро. Поэтому рано или поздно все равно эти контрнаступления должны будут быть и в Харьковском направлении, и в Одесском направлении, и в Мариупольском направлении, и в Донецком направлении. Рано или поздно все равно вам надо будет очищать свою территорию от этой мерзости, от этих подонков. А когда они будут происходить и каким образом, я не знаю, потому что, опять же, ваш командующий войсками, он профессор. Я по сравнению с ним, у него военный совет, он понимает, что он делает. Пока что показывают себя украинцы, конечно, там много ошибок, много недоработок и всего остального. Но вот то, что я вижу, конечно, это на пятерку, на пятерку, даже не на четверку, на пятерку тянет. Но, опять же, это я вижу со своего маленького уровня издалека. А то, что они делают, им, конечно же, виднее, они лучше разбираются. Во-первых, я ниже рангом, я не на этом уровне. И надеюсь, что они действуют правильно, они прорабатывают приоритеты, куда сначала наступать, потом куда, где имеет большую важность. А не так, как ведут себя российские военачальники, кидаясь с одной стороны в другую, и переводя оттуда, уходя отсюда, наступая сюда в 82-й раз, нападая на одно и то же, или высаживая десант в одном и том же месте, где вы только что погибли. Но это... Это так, ведя себя как террористы. Вот куда попадет, куда? Хамас. Вот сейчас Хамас приехал в Россию. Опять же, я думаю, они обмениваются опытом. Хамас их учит, как просто стрелять, куда попало. И желательно, чтобы терроризировать население. Желательно по жилым кварталам, по больницам, по детским садам. Вот чем они занимаются. Это совершенно другой уровень ведения боевых действий. Поэтому пока что ваши вы начальники действуют правильно. В той ситуации, в которой она находится, с теми инструментами, которые у них есть, с моей точки зрения, это пятерка. Максимально используют тот ресурс, который есть в наличии. Но опять же, я хочу подчеркнуть то, что у меня нет допуска к такой информации. И у меня нет ни образования, ни знаний на таком уровне. Я могу командовать, опять же, 10 рядов. Ну, может быть, я на дивизии, уровне дивизии могу соображать что-то. Но дальше ты должен понимать свои ограничения. Ты должен понимать, что да, аппендицит я могу вырезать, а вот пересадку сердца я уже не могу сделать. Человек должен осознавать. А те люди, которые вчера были экспорты по ковиду, а сегодня они экспорты по войне в Украине, ну, это они моментально... Это не серьезно. Я с вами тут согласен, Гарри. А вот относительно якобы присутствия начальника генштаба вооруженных сил России Герасимова где-то там под Изюмом, американская пресса об этом активно писала, утверждала, ссылаясь на данные разведки, также утверждала, что он якобы был также ранен. Ну, хорошо, представим, что Герасимова туда отправили. Целый начальник целого генерального штаба находится в горячей точке. О чем это может свидетельствовать? Это может свидетельствовать абсолютной деморализации, непрофессионализме и политизирование боевых действий, где ублажать старшова намного важнее, чем сохранить жизни солдат. Такое бывает на войне. Но, опять же, это не стоило ожидать, потому что в первые дни войны, в первые недели войны погибло чуть ли там 8-7 генералов российских и высоких чинов. Полковники, капитаны первого ранга, погибли командиры бригад, погибли командиры батальонных групп погибли, оперативных, тактических, то есть, прошу прощения, они погибли. И почему они погибли? Потому что это развал в армии, что называется command and control, то есть командование и контролирование боевых действий, которыми они должны управлять. А майоры и подполковники или не умеют, или не хотят, или они получают конфликтные приказы, и они не знают, какой выполнять. Этот приказ пришел оттуда, этот приказ пришел отсюда. Они начинают ругаться, спорить друг с другом, что делать, и пока что вы их накрываете, пока они там медлят это все. Поэтому выходит генерал и начинает выполнять работу подполковника и майора, орать на солдат и сержантов. Ну и, конечно же, ваши снайпера, артиллеристы, они видят, что лысенький, толстенький, с пунцовым мордой вышел и орет что-то, и машет руками, конечно же, они его снимают. Поэтому сразу было видно, что это развал в структуре, в единстве и боевом порядке. Поэтому приезжает большой начальник и начинает брать командование на себя. Ну и вот, я думаю, поэтому Герасимов прибыл и начал брать командование на себя, орать, кричать и говорить, что к 9 маю вы что, товарищу Сталину подарите? Подарок где? Нету. Я вас всех тут расстреляю, контру. И они начинают выбегать, шметь. Ну да. А тут еще и Лукашенко с этими заявлениями о том, что так называемая спецоперация, она по его ощущениям затянулась. И тут начинается, тут начинается вот эта возня, да, возня, а ваши ребята смотрят, наши ребята смотрят, британские ребята смотрят и говорят, слушайте, вот там очень много возней и что-то там очень близко, погоны блестящие такие, очень много. Давайте шугать туда. Ну и, конечно же, вы посылаете туда снаряды и обстрелы. Я уверен, что если бы вы не стреляли своими уже разбитыми пушками, в смысле, что уже там стволы стерты, а были бы эти гаубицы, были бы эти снаряды, было бы это наведение, были бы эти прицелы, которые вам так долго обещают, то вы бы попали в этот блестящий погон, как снайперы. Гарри, а вот давайте с вами еще поговорим о том, что происходит непосредственно на территории Российской Федерации. Скажем так, условное кодовое слово. Хлопок или хлопки. Вот эти пожары, вот эти взрывы, Белгород, Брянск, там ранее писали, что в Курске что-то начинается, что-то где-то затевается. Что это? И я не знаю, что это, но я знаю, что это нехорошо для России и очень хорошо для нас. Уверен, что это комбинация многих вещей. Это комбинация, в первую очередь, опять же, что бы то это ни было, это заслуга Украины. Это делается, потому что Украина себя ведет, потому что Украина видит, даже там видит, что Украина победитель. Белорусы видят, что Украина победитель. Мир видит, что Украина победитель. Все хотят быть с победителем. Когда мы тропанули из Афганистана, Талибан был победителем. Все террористы мира захотели быть с ними. Все хотят быть с победителями. Я хочу быть с победителями. Поэтому это всегда победа. Но как это происходит и почему это происходит? Конечно же, я думаю, что там участвуют ваши спецслужбы. Они показывают себя пока что, я не знаю, не хуже израильтянских. Там по топлению кораблей, по взятию Медведчука и так далее. Все вы это прекрасно знаете. Это не без спецслужб. Ваших, не без разведки. Не без какой-то группы людей, которые работают днем и ночью. И опять же, чем дальше это все идет, тем больше они устают. Эти люди работают без сна, без семьи, без всего. И, конечно же, это тоже стирается. Поэтому время очень важно. И дать людям таким передохнуть, чтобы они придумали еще какие-то новые вещи. Но я думаю, что там участвуют и граждане, и российские граждане, которые не хотят идти на войну. Партизанин, партизанин. Партизанин, да. Которые просто не хотят выйти на войну. Поэтому они забрасывают военкоматы коктейлями Молотова. Солдаты, которые не хотят возвращаться на войну, или не хотят идти, которых новобранцы там взяли, или контрактники, то они ломают свою технику. Они поджигают. Они портят ее. Это происходило во всех армиях. Когда начинается развал, опять же, вот этого командования и контроля над армией, как над боевой ячейки. Это развал дисциплины. Поэтому, конечно же, это происходит. Я уверен, что мы увидели, как они атакуют, стреляют или давят танками своих командиров. Потому что они понимают, что они бездарные, ведут их в пекло. И они сейчас просто погибнут ни за что. Просто так. Поэтому это видно, что эта армия небоеспособна. Она небоеспособна. И, конечно же, мы видим, что и поезда идут под откос. Все это не случайность. Один раз может быть случайность. Но такая серия этих вещей. Это уже закономерность. Это закономерность. И, в конце концов, это примет организованную форму. Как, в конце концов, партизанская война в Советском Союзе приняла организованную форму. И они стали координировать между собой все это. И террористы тоже самое. И террористы во всем мире, они координируют свои действия между собой. А это у них становится... Я думаю, что это тоже превратится в такую войну против России, которая будет скоординирована. Но, опять же, это заслуга исключительно Украины и вашего командования, ваших властей. Так что я вас с этим поздравляю. Но это происходит часто, когда они начинают ломать сами свою технику. Там еще Крымский мост есть. И только Крымский мост. Другие логистические объекты, которые... Это, понимаешь, Вадим, это мы с тобой так думаем. Давайте бабахнем Крымскому. Потому что это будет красиво. Это будет ого-го как. Но тогда Россия, можно сказать, это террористические акты. Украина террористы. Мы объявляем войну. Это тоже все должно быть взвешено. Это должно быть взвешено на уровне. Все время принимают правильные решения. Уверен, что нет. Что ваша власть тоже... Но пока что они принимают... Они на правильной стороне. И я не знаю. Может быть, надо бахнуть этот Крымский мост. Я бы бахнул. Было бы красиво. Но опять же, я на своем уровне бы его бахнул. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил о том, что вооруженные силы Украины, если будут иметь возможность нанести удар по Крымскому мосту, то такой удар будет нанесен. И представитель оборонного ведомства Великобритании говорил, что это суверенное и легитимное право Украины наносить удары по логистическим центрам, объектам, которые находятся на территории Украины. То же самое говорил и Энтони. Вадим, я согласен... Да нам легко с вами рассуждать. Вадим, я согласен с этим абсолютно верно. Но опять же, я хочу подчеркнуть то, что говорят они. Это не совсем то, что они думают, или то, что нужно сделать. Там очень... Война, это энциклопедия обманов, зеркал. Дыма, тумана. Это всегда думаешь, что... О, подожди, он сказал. Ну, Байден тоже много чего говорит. Но пока что мы имеем ноль. Со всего, что он сказал. Но будем надеяться, что все-таки... Да, все-таки это получится все так, как мы хотим. Самое главное это победа. И самое главное, как можно меньше потерь с украинской стороны. Потому что таких бойцов, которые у вас, вот опытных, которые погибают каждый день, их, конечно же, заменить очень сложно и долго, и трудно. И они очень ценные. Я знаю, что нельзя цену на человеческую жизнь ставить. Но, конечно же, они ценные. Они ценные для Украины. Поэтому, чем быстрее выиграет, чем быстрее они получат инструменты, с которыми они смогут раздавить эту мразь, тем лучше это будет. Опять же, мы с тобой говорили о том, какие они придурки, уроды и небоеспособные. Но я хочу подчеркнуть, что никогда нельзя недооценивать своего врага. Никогда. У них все равно есть и спецназ ГРУ, и вагнеровцы, и те, которые устреляют и убивают ваших воинов. Вот их надо уничтожить. Для этого нужны инструменты. Гарри, огромное спасибо вам за этот разговор и за эту беседу. Гарри Тавах, капитан первого ранга ВМС США в отставке, был сегодня вместе с нами на Политаке. А также говорю спасибо всем нашим зрителям и слушателям. До новых встреч. Героям слава. Всего доброго.